МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело в том, что наследование сейчас становится очень важным вопросом и практически для каждого человека. И это вполне понятно, потому что за последние 20 лет у людей появилось имущество, включая весьма солидное имущество. Но даже для тех, у кого нет ни фабрик, ни заводов, газет, пароходов и прочего, этот вопрос, к сожалению, рано или поздно может встать. И тогда возникают практические вопросы. А что же такое наследование? Кто может быть наследником? Что такое право наследования? И как его практически реализовать? Наследование гарантируется Конституцией Российской Федерации. Пункт 4, статья 35. А урегулировано третьей частью Гражданского кодекса. Наследование – это переход имущества от умершего гражданина к другим лицам. То есть это вопрос имущественный. И сразу, кто может быть наследодателем? Наследодателем может быть любой гражданин. Здесь не важно ни возраст, ни пол, ни гражданство, ни даже объем дееспособности. Важно только наличие имущества, которое может быть передано. В российском законодательстве существует такой термин, как время открытия наследства. Что это означает и в чем заключается, нам также объяснил опытный адвокат. Время открытия наследства – это день смерти наследодателя. И где открывается наследство? По последнему месту жительства наследодателя. А если оно неизвестно, или если наследодатель живет, в последнее время жил за пределами Российской Федерации, то по месту нахождения его имущества. Если в составе имущества есть недвижимое, то по месту нахождения недвижимое имущество. Если недвижимого имущества не один объект, а несколько, то по месту наиболее ценного имущества. Ну и если нет недвижимого имущества, то по месту нахождения любого имущества. В действующем законодательстве описаны круг лиц, которые не могут воспользоваться имуществом, передаваемым по наследству. Ими могут быть, например, потенциальные наследники, которые при жизни наследодателей совершали в их отношении противоправные деяния. Приоритет отдается наследованию по завещанию. И это понятно. Человек за всю жизнь нажил какое-то имущество. И он имеет полное право им распорядиться по своему усмотрению, в своей воле. Если же имущество не завещано, если гражданин не распорядился своим имуществом, тогда вступает в силу призвание к наследованию по закону. То есть призываются наследники, обозначенные в законе, и вся эта процедура очень четко регламентирована в третьей части гражданского кодекса. Наследовать может любой человек, любое лицо, живущее в день открытия наследства. Это во-первых. Во-вторых, в целях защиты неродившихся детей введен пункт о том, что наследовать может нерожденный на момент открытия наследства, но зачатый при жизни наследодателя наследник. Кроме того, наследовать может юридическое лицо. Важно только, чтобы оно существовало, не было ликвидировано на момент открытия наследства. Ну и также наследником может быть Российская Федерация. В том случае, если это завещано, в Российской Федерации такое возможно, или если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, имущество признается выморочным, его наследует Российская Федерация. Хотя это, конечно, довольно редкий случай. В Российской Федерации наследство можно получить как по закону, так и по завещанию наследодателя. В обоих случаях необходимо пройти все необходимые процедуры и получить соответствующую юридическую консультацию. Есть лица, которые не могут наследовать. Это так называемые недостойные наследники. Ну, а кто же все-таки эти недостойные наследники? Это те лица, которые совершили противоправные действия против наследодателя или других наследников с целью получения наследства. И эти их действия зафиксированы в решении суда. Ну, то есть, если в целях получения наследства племянник берет сковородку и бьет своего дядюшку по голове, вне зависимости от того, выжил дядюшка или нет, этот наследник не получит наследство. Он недостойный наследник, если это его деяние отражено в приговоре суда. Кроме того, не наследует за детьми родителей, лишенные родительских прав. Если на момент открытия наследства они не были восстановлены в этих правах. И еще один момент. По решению суда может быть отстранен от наследования наследник, который не выполнял обязательства, например, по содержанию наследодателя. То есть дети, которые не только родителей не содержали, но, допустим, еще и всю пенсию у них отнимали. На выпивку, на наркотики, неважно куда. После смерти такого родителя недостойный ребенок может быть признан именно недостойным наследником, но по решению суда. Кроме того, по закону существует определенный общий принцип наследования, который заключает в себе универсальное правопреемствование. Когда вместе с движимым и недвижимым имуществом наследник получает еще и обязанности, доставшиеся от наследодателя. Наследство принимается в неизменном виде, целиком и одномоментно. Другими словами, все и сразу. Что это значит и какое значение имеет для наследника? В неизменном виде, то есть именно в таком виде, в каком оно находилось, в объеме, в стоимостном выражении, в расположении, в обязательствах, на момент открытия наследства. То есть, для примера, если какая-то вещь находилась в залоге, то залог не прерывается. Вы получаете эту вещь, но она остается в залоге, неизменной. Наследство передается целиком. Это означает, что вы получаете, во-первых, принимая наследство, вы принимаете его все. Не только что-то очень хорошее, приятное, наследные вещи, деньги и так далее, но и долги, обязательства. Поэтому, получив наследство, посмотрите, а не валяются ли в столе у вашего наследодателя, например, кредитные карты, по которым, может быть, взят кредит и накапливаются штрафные санкции. Но, с другой стороны, вот эта целостность наследства может иметь и более приятную сторону. Если вы на сегодняшний момент унаследовали комнату в коммуналке, приняли, потом решили продать, и на антресолях обнаружили документы на даче на берегу Черного моря, которая не была включена в наследство, потому что о ней никто не знал, а дядюшка ваш незадолго до смерти решил обзавестись таким имуществом. Если вы приняли часть наследства, это значит, что вы приняли все. Таким образом, эта дача тоже входит в ваше наследство, хотя на момент открытия наследства о ней никто не знал. Наконец, наследство принимается одномоментно. Это означает, что наследник становится собственником имущества, передаваемого по наследству, с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. В чем это может выразиться? Шесть месяцев отводит закон на принятие наследства. Если вы унаследовали, допустим, квартиру, то только через шесть месяцев вы станете, получите эту квартиру. А если, не дай бог, возникли споры с другими наследниками, это может затянуться еще на несколько месяцев, потом регистрация и так далее. Все равно, если в результате вы получаете в наследство эту квартиру, она принадлежит вам с момента смерти наследодателя. То есть в данном случае вот этому положению придается обратная сила. Но тут тоже нюанс. Прошло, допустим, полтора года со дня смерти наследодателя, вы получаете в итоге эту квартиру и вы платите налоги и квартплату со дня смерти наследодателя, а не с того момента, когда вы зарегистрировали эту квартиру. Вот это все относится к принципу универсального правоприемства. То есть, еще раз повторяю, это будут и имущества, и обязательства, то есть долги. Иначе никак. Нельзя получить только имущество и отказаться от долгов. По словам адвокатов, наследство не всегда может носить имущественный характер. По сложившейся системе состав наследства разделен на несколько основных видов, так называемой наследственной массы. Законом выделяются четыре, так сказать, подвида, имущества и обязательств, прав и обязательств, которые входят в наследственную массу. Во-первых, это вещи, это понятно. Это может быть недвижимое имущество, жилье, квартира, дача, движимое имущество, автомобиль, вплоть до аэроплана, что угодно, любые вещи. Единственное, они должны принадлежать наследодателю. Он должен иметь на них право. И в этом смысле очень показательный пример – это самовольная постройка. Если ваш наследодатель построил на своем дачном участке небольшой дворец, но не оформил его юридически, то есть это самовольная постройка, у него нет разрешения, он не введен в эксплуатацию, то вы не можете требовать, чтобы по праву наследования за вами признали собственность на это здание. Вы можете претендовать только на комплекс стройматериалов, которые находятся на этом участке, унаследовать этот комплекс стройматериалов. Ну а потом уже, возможно, как-то попытаться легализовать это здание. Но именно потом. То есть имущество должно было принадлежать наследодателю. Он должен был иметь на него право. Сюда же входят денежные вклады и прочие вещи. Вторая группа – это имущественные права. Например, права займодавца. Если ваш наследодатель дал кому-то в долг, то его право на этот долг, на требование возврата долга, переходит к наследнику. Имущественные обязанности, то есть долги, то, о чем я уже говорила. Это, ну, в первую очередь, всевозможные кредиты. И это очень актуально на настоящий момент, потому что, ну, зачастую бывает, что наследник, вступивший в права наследства, вдруг, спустя какое-то время, обнаруживает, что, оказывается, его почивший родственник брал кредит в банке. И кредит этот вырос до весьма солидных размеров. А отвечать по нему приходится наследнику. Но тут надо отметить, что наследник или наследники, если их несколько, отвечают по долгам наследодателя солидарно, но только в пределах наследуемого имущества. Не больше. В следующих выпусках программы «Адвокатская контора» мы вновь вернемся к этой теме и более подробно обсудим различные случаи получения наследства. Но в одном адвокаты уверены на все 100%. Для его принятия необходимо в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя нанести визит нотариусу и оформить все необходимые документы. На сегодня это все. Увидимся через неделю. Удачи вам и правильных решений. Субтитры создавал DimaTorzok